Еще раз приветствую. Вот, сегодня у нас воскресенье, в общем, выходной день. Вот, решил никуда не идти. Вот, сегодня созвонился, даже, точнее сказать, списался с одной из моих знакомых. Вот, это госпожа Маруми Матида. Вот, мы с ней очень давно уже переписываемся. Вот, она очень интересная, действительно, женщина. Вот, мы договорились, что сегодня вместе сходим туда-нибудь пообедать, просто пообщаться. Вот, сейчас уже время как раз. Ну, через 10 она должна подъехать. Вот, договорились, она меня заберет, привезет. Вот, смешно, конечно, но тем не менее. Вот, ну, там, когда дальше видно будет, то есть, буду я снимать или не буду снимать. Потому что иногда лица японской национальности к этому относятся немного эскетически. Ну, так как она человек хороший, то, в принципе, пару фотографий-то, конечно, сделаем вместе. Вот, а вот по поводу записи диалогов, как бы, ну, здесь поживем, увидим. Вот, ну, сейчас еще немножко подожду, постою. Вот, всем привет еще раз и увидимся немного позднее. Сейчас мы едем, как бы, вместе пообедать. Я и господа Мару Миссан. Суничай. Вот. Действительно, очень приятно, конечно. Вот. Достаточно такая веселая обстановка получается. Вот, сейчас мы хотим поесть вместе суши, сашими. То есть, вся сашими, это сырая рыба, прям вот-вот. Вот, что дальше-то. Ну, как бы, встреча была такая, ну, веселая очень. Вот. Ну, увидимся чуть похозже. Мы, как бы, прибыли на место, вот, в хорошем, на мой взгляд, как сказал Мару Миссан, в общем, это один из самых лучших суши-баров в Саппоро, вот, поэтому, ну, как бы, грех было сюда не прийти и не попробовать. Вот. Сейчас, когда мы сидим, ждем своей очереди, вот, потому что, ну, нового здесь изрядно много. Все хотят, все хотят попробовать, вот. Ну, будем сидеть, ждать, мирно, тихо беседовать. Наша очередь подошла, то есть, мы только заказываем все это дело, вот, а здесь, как вы можете видеть, то есть, пробегают суши всевозможные, то есть, также вы можете выбирать любое, вот, но при этом, при всем можете заказать, то есть, вот, шеф-ковар, который, вот, готовит все это дело, то есть, отдельно какие-то, вот, конкретные суши, вот. Ну, в общем, я извиняюсь, но есть из меня охота, поэтому, питатакимас. Мы закончили, в принципе, было действительно очень вкусно, то есть, все-таки, здесь, в Японии, суши отличаются очень сильно от тех, которые делают у нас в России, то есть, знаете, вот, если сравнено, как земля и небо. Единственное, что похоже, это васаби. То есть, васаби, оно и там, и там, как говорится, одинаковое. Вот. Единственное, что, как бы, оморочило, да, то есть, в моей привычке, то есть, если я с женщиной, с девушкой обеду уже, ну, не важно, в общем, я плачу. Вот. Но Маруми сам почему-то сгребла все в Ахапку, то есть, заплатила сама. Вот. Как бы, немножко меня расстроило, но извиняюсь. Вот. Поэтому все нормально. Сейчас, как бы, она предложила заняться шопингом, немножко пробежаться по магазинам, вот. Как бы, в принципе, почему бы и нет. Вот. Так что, сейчас посмотрим, куда нас заведут дальше. Как бы, сейчас уже время возвращаться домой, чтобы, в принципе, и делать. Вот. Много каких местах мы посетили сегодня. Вот. Было действительно очень весело. То есть, неплохо пообедали. Вот. Прогулялись в магазин. Нашли пару интересных презентов для моей маленькой дотери. Вот. За всю, так сказать, доброту, я подарил цветок. Вот. Мы увидели, насколько она была счастлива. Ну, то есть, сами представляете, она сама, как-то сказала, что уже очень давно никто не дарил ей цветы. Вот. Как бы, не казалось это грустно, печально, но так оно и есть. Тем не менее, я рад, что ей очень понравилось. Вот. Сейчас крутимся пока туда-сюда. Вот. Ну, продвигаемся ближе к дому. Так, снова я. Э? Да. А, не знаю. Сейчас, как бы, я нахожусь немного вдали от Саппоро. Вот. Приехали мы в какие-то Хирошима, город называется. Вот. Вдалеку, он находится, в принципе, недалеко от Саппоро. Вот. Вот здесь есть на госпожа на рулье. Прекрасила посидеть. В гости, что ли, зайти. Вот. Ну, не стал отказываться. Думаю, ну, ладно. Вот. Потом вернусь домой на электричке. Ну, в смысле, на поезде. Вот. Городок, как бы сказать вам, небольшой, спокойный. Больше похож на спальный район. Вот. Сейчас покажу на камеру. Сами можете увидеть. То есть, естественно, как бы, Япония без гора никуда. Поэтому везде в Японии горы. Вот. Смотрите, симпатичненько все. Цветочки в горшочках стоят. Стоят по оконченном дороге. Вот. Просто шикарно. Да. И, в принципе, район, это один из, не самых, так сказать, дешевых здесь. Вот. Вообще, как бы, спасибо большое за приглашение. Так. А, ну вот. Мы уже, в принципе, припылили куда-то. Вот. Сейчас, как бы, мы возвращаемся. Вот. Спасибо большое. Конечно, я уже сказал не один раз. Вот. За то, что, как бы, пригласили меня к себе в дом. То есть, мы побеседовали. Мы, так сказать, очень даже неплохо пообщались. Просто, знаете, посидели, съели мороженое. Вот. Попили чаю. Просто поговорили. Вот. Я звонил в Россию по скайпу. Разговаривал с маленькой дочерью. Знаете, вот у них действительно такая реакция очень положительная вот на детей. То есть, они сразу, как бы, такая хорошая, позитивная реакция, то есть, на детей. Вот. Японцы вообще действительно очень сильно любят детей. Вот. Ну, от того, соответственно, такая реакция, да? Логично. Вот. Сейчас, как бы, Маруми-сан меня согласилась подвести до железнодорожного, железнодорожного вокзала. То есть, RJ здесь, все знают, наверное, уже давно называется. Вот. А там, как бы, ну, пару остановок, и я дома. Вот. Немножко прогуляюсь, заодно чего-нибудь немножко расскажу. Сейчас просто, как бы, вот, решил сделать съемку, чтобы просто вы имели представление, то есть, что из себя представляет вообще, как выглядит. То есть, здесь, да, Кита-Хирошима, такая, более провинциальный городок, хотя находится, ну, буквально-таки совсем рядом. В Японии, как и в Корее, в принципе, практически все города друг с другом тесно, близко находятся. Вот. Как вы можете видеть, как бы, тихо, спокойно, симпатично, чисто, ровненько. Вот. Это мы симпатичный водитель на сегодня. Ну, чувство юмора у них очень хорошее. То есть, они, как и все, в принципе, люди, умеют и смеяться, и веселиться. Да, бывают некоторые моменты, когда, действительно, что-то делать не стоит. Но, обычно, это можно понять, как бы, по реакции, допустим, да, то, как они реагируют. Вот, смотрите, да, все в цветах. Вообще, просто шикарно. Вот. Сам по себе городок, действительно. Вот здесь вот жить, просто здорово, на самом деле. Надо будет уточнить, кстати, сколько здесь вообще желез стоит. Всем еще раз привет. В общем, в принципе, что я себе снимаю, да? Сейчас просто буду идти по улице, как обычно все влагеры, снимаю то, что происходить вокруг, да? Вот. И рассказывать попутно. Ну, в общем, давайте продолжим. В общем, что я могу сказать? То есть, мы расстались с Маруми-сан. Ну, как, в смысле, расстались. То есть, она пошла по своим делам, я возвращаюсь назад в гостиницу. Вот. Если честно, вот, сегодняшний день, ну, как говорится, не прошел зря. Просто так. То есть, действительно, как бы, она очень хороший человек. Очень хороший, добрый, отзывчивый. То есть, где-то, если понадобится помощь или еще что-то. То есть, тут, как бы, японцев мало вообще таких, по сути дела, как я понял. Вот. Но, тем не менее, встречаются. Вот. В общем, мы провели очень хорошо день. Поели суши в суши-баре. Причем, как сказать, суши-бар, значит, один из самых дорогих, по сути дела. И один из самых хороших здесь, на Хоккайдо. Вот. Значит, что потом мы просто покатались по улице. А по улицам зашли в пару магазинов. А потом она отвезла меня к себе домой. В Кита-Хиросиму. То есть, этот город практически впритык находится. Ну, здесь все города так. То есть, рядышком все находится. Вот. Потом, после этого, я познакомился с ее семьей. Вот. С ее мамой. С сыном. Вот. Как бы мы пообщались. Я показал там фотографии моей дочери. Как бы посмотрел некоторые фотографии. То есть, семейные фото именно Марунисан. Вот. Что я могу сказать. Знаете, вот. Как бы она уже взрослая женщина. Достаточно взрослая. Но при всем при этом. Вот знаете, все-таки, наверное, это им так присуще, что ли. Она ведет себя, вот, как бы сказать, как молодая девушка, да. Вот, в принципе, я думаю, что оно и правильно. Потому что человек выглядит, насколько он себя чувствует. Вот. Она очень красивая. То есть, ей точно не скажу, сколько, но больше сорока. Это точно. Вот. Насколько больше, тоже не скажу. Вот. Иначе это будет некрасиво по отношению именно к Марунисану. Вот. Красивая женщина, стройная. Вот. Лишена каких-то таких предрассудков. Вот. То есть, она промаленеет в то же время человек. Вот, что бы там ни говорили. Вот. Ну, говорю, люди разные вообще встречаются. Все сугубо персонально, индивидуально. Вот. Так. После того, как я, как говорится, погостил немного у них дома. Вот. А потом мы вместе доехали до ЖД вокзала. Кита Хиросимейки. Вот. Оттуда, как бы, вместе она спокойненько ставила машину на парковке. Вот. И мы вместе с ней, как бы, приехали на поезде сюда. В станцию. Саппоро. Вот. Так же, как говорится, покатались немножко на метро. В смысле, надо было сделать кое-какие покупки ей. Она собиралась идти на чьи-то день рождения. По-моему, ну, не буду обманывать, придумывать что-то. Либо в общем, на чьё-то день рождения кого-то из родственников, живущих здесь, Саппоро. Вот. То есть, мы с ней побродили по магазинам, всё время, как бы, разговаривали. Ну, причём, действительно, она, как бы, с виду хрупкая женщина, уже, как говорится, жизненным опытом достаточно большим наделена. И, как бы, всё равно ведёт себя, как малоненькая девушка. Вот. То есть, правильно говорят всё-таки, ещё раз повторюсь, что не по годам судить надо, а по состоянию души. Вот. Чё, мы почти уже пришли. Ага. Вот. Ну, что я хочу ещё сказать. То есть, мы в конце уже выпили кофе, в Старбаксе зашли. Вот, посидели так же, пообщались. Пройдём тогда ещё маленько, парочку туда-сюда. Вот. И, как бы, всё равно дело дошло, как бы, до того, как, чего в России. В общем, ситуация сейчас вся. Ну, слава богу, как бы, Украину не затрагивали. Вот. А вот именно, то есть, политическое состояние сейчас, говорит, и экономика, говорит, в России. То есть, она меня спрашивает. То есть, как, говорит, вообще экономическое состояние? И, как, говорит, на это всё реагируете? Вот. Ну, как бы я сказал. Я ей прямо так прямо и сказал. Знаете, я говорю, я, конечно, всё понимаю. Политика, дело грязное там, всё прочее. Вот. Но, тем не менее, вот, отношение русских вот ко всему этому, там и нам наплевать. Вот, если честно, на их не все санкции и прочее. Мы выживем в любой ситуации. У нас, если что, есть свои огороды. То есть, это уже давно общепринятый, признанный факт. Вот. Чтобы не случилось. Как бы, вводят санкции. Да, пожалуйста, как бы. Мы не против. Только, правильно говорят, палка о двух концах. Вот. И сейчас она, как бы, всплывает и сказывается по всем. Вот. Поэтому, поэтому, как бы, я не стал распространяться, там, развивать эту тему. Просто сказал, говорю, у нас, говорю, сейчас, хоть и жёстко, говорю, всё становится. Но, говорю, в определённых случаях, как бы, вот эта жёсткость, как бы, она нужна, в принципе. Потому что, да, понимаю, как бы, там, вот, говорят одно, другое, третье. Вот. У нас там такой президент. Ну, а что могу сказать? Да, там, думают, считают, как бы, что вот, у нас тут же скач такой, вся фигня. Ну, я говорю, в данный момент, чтобы поднять Россию, как говорится, с колен, чтобы, действительно, чтобы что-то действенное сделать, это нужен, вот, сейчас, в данный момент, ну, жёсткий контроль, без этого никак. Я понимаю, как бы, многие будут думать, говорить, вот, как бы, ну, мнение, как говорится, человек, каждый имеет своё. Ну, вот, но, тем не менее, тем не менее, говорю, я не стал с ней, я её, как бы, попросил, говорю, ну, у нас, говорю, всё хорошо, в принципе. Есть, говорю, некоторые нюансы, но люди русские сильные, поэтому всё нормально. Вот. И попросил, как бы, эту тему прикрыть, потому что, как я ей сказал, говорю, политика – это дело грязное, то есть, вы сами понимаете. Ну, на что она ответила, когда, говорит, конечно, понимаю, я, говорит, также понимаю, что очень много лжи со стороны, допустим, тех же штатов, того же Евросоюза, что, говорит, вот эта вот навязанность, она, говорит, у нас здесь тоже, как бы, сказывается, и причём очень сильно, вот. Ну, как бы, бросили мы этот разговор, вот, перешли на другой плавно, вот, то есть, там, про семью, про детей, вот, где они были в восторге от моей мелкой, когда мама Маруми-сан смотрела её фотографии, зовут её, кстати, Фучико, Фучико Баса, вот, она прям, знаете, у неё улыбка до ушей была, и только возгласы – калай, калай, вот, ну, как бы меня, как родителя, за что, говорит, берёт большая гордость, постарался на славу, да, что, как говорится, вот, ювелирная работа, в общем. Ну, вот, мы вернулись назад, погуляли, выпили кофе, сделали некоторые покупки, вот, причём, как бы, она действительно как-то общается так свободно и непринуждённо, вот, то есть, мы без проблем с ней, как бы, общались о чём угодно, в принципе. Вы знаете, они тоже бывают такие бесцеремонные люди, как бы, что если разговор зашёл, и причём, видно, что собеседник не против пообщаться, да, и, как бы, вот, у неё есть интерес, да, что узнать что-то, либо. То есть, она просто-напросто задаёт прям прямые, прямолинейные такие вопросы о том, об этом, вот, как бы, ну, я, как бы, тоже такой человек, что, ну, если интересно знать, там, прочее, ну, а почему, в принципе, не рассказать, как бы, я тоже не против, вот. Вот, поэтому, как бы, поделились каким-то личным опытом, не каким-то о кое-каким, вот, так же, как и рассказали что-то интересное о жизни, вот, как, чего, куда, ну, как говорится, у каждой своя история по-своему интересная, жизненная именно, вот, ну, не будем углубляться в этот вопрос, вот. Вот, после этого, как бы, мы вышли из торгового центра, то есть, в который, в котором пили кофе, вот. Ну, и, как бы, тепло, дружескально так попрощались, вот, то есть, знаете, как говорят, вот, с японцами, там, вот, чтобы это, за ручку, там, чего-то, нет. В принципе, знаете, говорю правильно, всё зависит от человека, его воспитания, то есть, как он воспринимает это всё. Я, говорит, всё понимаю, ну, как бы мы попрощались с этим на тепло, то есть, таким, как говорится, русским таким нерукопожатием, а именно вот-вот, отниманиями, да, то есть, как бы, обнялись крепко-крепко, вот, чмокнули друг друга в сёчку, вот, ну, как бы, поклонились, соответственно, там, как это у них уже принято, вот. Вот, после чего, как бы, помахали ещё друг другу ручкой, вот, и на этом, как бы, разошлись, вот. Реально, как бы, вот, проведённый сегодня день, ну, если честно, хороший день был, вот, много позитива, много интересного узнал. Ну, знаете, всё-таки, когда учишь какой-то либо язык, всё-таки разговор с носителем языка, то есть, это очень важно. Как бы, ещё раз убеждаешься на собственном опыте. Вот. Причём, как бы, когда я говорил с ними на японском, то есть, даже мама Мару Мичсан, она сказала, говорит, «Фея, говорит, хорошее произношение, то есть, говоришь практически без акцента». Вот. Ну, естественно, я поблагодарил, но сказал при этом, говорю, мой японский не очень хороший, поэтому, говорю, извините меня, я говорю, что-то пойму, а что-то не пойму, вот. Ну, как бы, Мару Мичсан неплохо знает английский, вот, поэтому, как бы, разговор можно было перевести либо на один, либо на другой. То есть, когда я могу говорить на английском, я говорю на английском, то есть, когда что-то не могу сказать по-японски. Если я могу сказать по-японски, я говорю по-японски, вот. Ну, Маруми сам постоянно мне что-то говорит, спрашивает, она именно на японском, вот, а я зачастую отвечаю на английском, вот, поэтому такой интересный диалог получается, некоторые как бы сидели, смотрели, странно так улыбались, вот, значит, что, ну, мы опять уже почти пришли, поэтому пора закругляться, наверное, вот, как бы завтра, что я могу сказать, завтра я еду в Джозанкей, вот, с другой моей хорошей знакомой, вот, зовут ее Риеозаки, вот, как бы едем мы завтра и послезавтра возвращаемся, то есть на одну ночь, вот, Джозанкей это горячие источники, то есть находятся, ну, примерно километров сорок от Саппора, получается, что ехать, ну, меньше часа туда, из центра города, путь составляет меньше часа, в общем. Да, как вы сами знаете, что Япония все-таки страна небольшая, островная, поэтому тут особо не разгонишься, вот. Ну, значит, что, завтра будет новое видео, примерно мы выезжать будем где-то в час, вот, до этого я успею еще что-то сделать, вот, а сейчас, думаю, надо закругляться, не забыть купить воды, а то пить будет нечего, будет фигово, вот, и пойду, наверное, монтировать видео, размещать, как бы, некоторые личности уже давно ждут, ждут, жгут, вот, ну, как бы я пришел, сейчас, сейчас, так, здесь дверь, а, надо еще постираться, е-мое, совсем забыл, так, набираем паролик, Сима, откройся, оба, на, открутся, так, ну, не, на, дверь.